17 сентября, Светлана. Здравствуйте, Юлия, обожаю ваш канал. Здорово. Спасибо за подробные ответы. Пожалуйста, вопрос. Ребенок год и шесть, пока сам не ест ложкой, но когда кормлю, беру две ложки для себя и для сына. Он ею ковыряется в еде и пытается в рот засунуть. Все правильно. Чуть получается, если еда не жидкая. Но проблема левой рукой. Почему проблема? Это же не проблема. Даю в правую, опять в левую кладет ложку. Это страшно? Значит, что? Будет левша? Спасибо. Почему пугаетесь левшей? Такие же люди, как и мы с вами, только вот другой рукой делают. Ну, про левшей у нас там было уже где-то видео. Если хотите подробные, посмотрите, наберите там, допустим, фишера про левшей. По-моему, что-то так как-то называлось. Посмотреть дополнительно. Был у нас неоднократно. Повторю сейчас коротко, что, ну, во-первых, это не проблема, это совершенно не страшно. Примите своего ребенка такой, какой он есть. И левши, они намного интереснее, более творческие, более свободные, более воздушные. Какие-то другие совсем люди. И вполне имеют место быть на этой планете. Да, их не нужно переучать и делать из этого какую-то аномалию. Вот. Сейчас наблюдайте за ребенком, никуда ничего не перекладывайте. Против природы переть категорически нельзя. Вот то, что природа дала, значит, то и будем развивать. Если видите вот эти задатки, значит, развиваем эти зачатки, задатки, как их там назвать, предпосылки там по-всякому. Вот. До трех лет ваш ребенок будет определяться, левша он или правша. Он еще сам пока не знает. Оба полушария сейчас работают одновременно по 50%. Ну, то есть, ни то, ни другое не главенствует. У нас 50% тут, грубо говоря, работы и 50% здесь. То есть, он как и левой, так и правой рукой может работать одновременно. Это устало перекинул туда, это устало перекинул сюда. Есть, конечно, левши закоренелые, которые прям все взяли в левую и правую, они просто не видят. Или закоренелые правши, которые, да, прям с года там взяли все вправо и про левую даже не вспоминают. А есть такие вот, которые сомневаются. Сомневаться они могут до трех лет, это их законное право. Ваше дело только наблюдать. Ближе к трем годам проведете тест. Вот видео посмотрите, какой тест, не буду сейчас подробно рассказывать. Наберете там фишер левши и посмотрите внимательно, что это за тест. И его проведете, но не раньше трех лет. Если до сих пор, ну, к трьм годам ребенок не определится, кто он левша или правша, значит, проведете тест. А сейчас вообще не трогайте, чем хочет, тем и ест. Чем хочет. Какой рукой хочет, той пусть и ест. Так, и что, что-то еще хотел сказать, выскочил. А, может быть, у вас левши были в роду. Не обязательно в этом поколении, может быть, в бабушках, может быть, в прабабушках. Они, как правило, выскакивают через поколение, через два. Тоже такое может быть. Покопайтесь в вашей династии, если у вас левши. Нет, впервые, значит, вот будет такой у вас ребенок впервые. И это классно, здорово. Другой полушарий будет у вас ведущим, первичным. Вот. Не трогаем ребенка, наблюдаем. И ближе к трем годам проведем тест, который посмотрите в видео. Ну, можем ссылку прикрепить, да? Если найдешь, прикрепим ссылку. Это была у нас Светлана, 17 сентября. Все хорошо, не волнуйтесь. Продолжение следует...